Полезный город Полезный город Полезный город То есть некоторые дома, они получают отопление в первый день после... А что, не обязательно они должны находиться рядом с местом, где производится тепловая энергия? Не обязательно, да-да-да, в первый день запуска отопления, а некоторые дома – это вот десятый день. Соответственно, те дома, которые у нас идут в самом конце графика, они страдают больше всех. То есть уже и так, плюс 8 температуры среднесуточная, дальше она ещё понижается, у людей нет отопления, они очень переживают, очень волнуются и испытывают определённые неудобства. Но иногда, кстати, есть и приятные моменты, когда смотришь в этот график, свой дом видишь, ориентируешься на такое-то число, и случается приятный момент, что чуть пораньше тепло поступает. Бывает такое, да, бывает тоже такое, но тут же надо учитывать тот момент, что пока не запустят весь город, а параметры теплоносителя, они идут низкие. Поэтому даже те дома, которые первые получают отопление, чувствуют, что температура батареи не та. Радиаторы чуть тёпленькие. Чуть тёпленькие, да. Соответственно, тоже начинают сразу переживать, что они такими останутся, но это не так. То есть когда запускается весь город, всё настраивается, система развоздушивается нашими слесарями и слесарями других управляющих компаний, соответственно, всё это налаживается. Всегда говорим всем собственникам, никто без отопления не останется. То есть не было ни разу, никогда, что кто-то остался без отопления и всю зиму просидел там с холодными батареями. Поэтому на этот период, вот эти 10 дней запуска отопления, соответственно, нужно набираться терпения и сообщать, конечно, о всех моментах в управляющую компанию. И, соответственно, мы будем принимать определённые меры. А с какими проблемами приходится сталкиваться в управляющей компании? При подаче теплоносителя непосредственно в домах, ну вот вы сказали уже, да, воздушная пробка. Да, это самое основное. Воздух нужно выпускать. Это самое основное, когда, например, один из стояков в квартире не греет или несколько, тогда, соответственно, обязательно это сообщается в управляющую компанию, происходит развоздушка либо в подвале, либо на чердаке, в зависимости от системы, которая на данном многоквартирном доме действует. Ну, обычно соседи, на мой взгляд, это замечают и начинают ходить, по подъезду стучаться, спрашивать, а вот тепло ли у вас там в детской, например, или в спальне? Ну, конечно, если в какой-то квартире холодно, батареи не греют, соответственно, они идут к соседям и узнают, а как у них. И если у них всё хорошо, то, соответственно, здесь есть какие-то проблемы. Администрация ещё, я знаю, каждый год сообщает о такой момент, что по заявке тепло может быть подано чуть раньше в социальные учреждения и так далее. Ну, социальные они запускаются в первую очередь. То есть это у нас стоят школы, детские садики и больницы. Это у них всегда самая первая очередь. По заявке запустить отопление невозможно. Невозможно? Имеем в виду в обычном многоквартирном доме, да? Да, да. По заявке можно отключить отопление. Это вот именно заявки, когда весной в доме жарко, и вот тогда собственники могут сделать заявку, и мы самостоятельно можем перекрыть задвижку в доме. Но если теплоносителя нет в системе, то есть её в принципе нет, но не запустили вот по этой трубе ещё теплоноситель, мы никак заранее в этот дом тепло не сможем подать. Хорошо. Вот так представим ситуацию. Отопление начало подаваться, весь город постепенно подключается, температура теплоносителя продолжает расти. Что дальше? Как отрегулировать, как сделать комфортную подачу? Чтобы не было перегрева, чтобы форточки не были открыты, да, повсеместно? Возможности такие существуют в домах, в которых установлена система автоматического регулирования, то есть в зависимости от температуры наружного воздуха. В домах, где не установлена такая система, регулировка производится вручную с лисырями. То есть это, соответственно, опять же, по заявкам. По звонку. Да. То есть для того, чтобы где-то что-то отрегулировать, мы должны выйти в квартиру и произвести замер температуры. Нормативы какие, напомните? Значит, нормативы у нас в комнате не в угловой 20 градусов, в угловой комнате 22 градуса тепла. То есть, соответственно, мы должны вот это проверить. Обычно жалуются в зимний период, это именно на недостаток температуры. У всех восприятие тепла совершенно разное. Согласен, конечно. То есть некоторым и 20 градусов, это уже более чем достаточно, а некоторым это очень мало, особенно пожилым людям. Они начинают мерзнуть и обращаются, но мы приходим, и оказывается, что у них норматив. Также для того, чтобы отрегулировать систему, нужно понимать, у всех ли достаточная температура по стояку. То есть в верхних квартирах, например, может быть жарко, а на первом этаже может быть совершенно у людей недостаток температуры, то есть холодно. Соответственно, вот это всё проверяется, и вот с этих позиций уже и производится регулировка. Давайте напомним о том, что такое паспорт готовности дома к отопительному сезону. Насколько важен этот документ, и как у вас сейчас ситуация обстоит? Паспорта готовности – это обязательный документ для управляющих организаций. Они составляются, управляющие организации, передаются на подпись в теплоснабжающую компанию и в администрацию города Кирова. В настоящий момент у нас стопроцентная готовность по нашему жилому фонду. Как я уже отмечала, в паспорт готовности входит очень много пунктов, параметров, которые должна выполнить управляющая организация для того, чтобы его получить. Это и прессовка, и промывка, наличие прибора учёта, наличие терморегуляторов, утепление, чтобы была сделана система отопления. Очень много нюансов, и по данным пунктам нас полностью проверяет теплоснабжающая компания с выходом представителей данной организации. И, соответственно, при наличии такого паспорта считается, что дом полностью готов к приёму теплоносителя и работы в зимний период. Без паспорта подача тепла невозможна? Возможно, конечно. А, возможно? Есть исключения? Нет, в любом случае, даже если управляющая компания не получила паспорт готовности, отопление будет подано во все дома. Многие ведь получают паспорта готовности под какие-то обязательства. То есть вы сейчас нам даёте паспорт, но мы в течение двух-трех месяцев доделываем то, что мы не успели, устраняем недостатки и получаем паспорт готовности. Но вот после 15 сентября, это срок получения, после 15 сентября уже начнутся контрольные мероприятия со стороны органов государственной жилищной инспекции и прокуратуры. Ну, в общем, не в интересах управляющих компаний затягивать эти процедуры, потому что наказание очень строгое. Ещё один немаловажный момент в холодное время года, в процессе отопительного сезона, это работоспособность вентиляции. Тут какие моменты существуют, важные очень? От вентиляции у нас очень сильно зависит микроклимат и безопасность в квартирах, в которых расположено газовое оборудование. Если в летний период у нас приток воздуха осуществляется за счёт приветривания, то в зимний период это получается полностью закрытая система. Если ещё установлены пластиковые окна, металлические, двери, притока воздуха нет. Вентиляция должна у нас работать в том числе с учётом притока воздуха. В его отсутствии, соответственно, повышается опасность образования газовоздушной смеси в помещении. Поэтому в зимний период вентиляция очень сильно важна в плане того, что необходимо проветривать в любом случае помещение. Несмотря на то, что зима, холодно. То есть это надо быть к этому очень внимательными. То есть каждый сотрудник должен ответственно подходить к этому делу. Потому что мы, наши организации, проверяют, конечно, вентиляцию три раза в год, но вот без отсутствия притока воздуха оттока, так скажем, и не будет. Подходит к завершению нашей беседы. Напомню, что мы общаемся с Анной Клипиковой, руководителем управляющей компании «Паритет», ну и в конце мы традиционно сообщаем ваши контакты. Мы находимся по адресу город Киров, улица Свободы, дом 133А, телефон 412202. Спасибо, до новых встреч. До свидания. До свидания. Полезный город.